Обходиться в быту без помощи взрослых учат детей с ментальными и психическими нарушениями. В селе Красный Яр открылся тренировочный дом. Психологи и педагоги помогают развить у особых пациентов элементарные бытовые навыки. Как специалистам удается находить общий язык с теми, кто не привык к общению, узнала Татьяна Пудова. Это сейчас Арман может без мамы с инструктором по ЛФК выполнять упражнения. Еще месяц назад для юноши с психическим заболеванием это было мечтой. Он с трудом общался с посторонними людьми и совсем ничего не умел делать по дому. Элементарно помыть посуду. Раньше у нас не получалось. Я ему просила, он там насчет, у него не получается, он бросить не хочет. Сейчас мне объяснили, как нужно. И как бы вот сейчас легче стало. Он приезжает домой, даже уже нет у него такого, чтобы бросить. Мы там надеваем фарту, давай помоем, вот наберем воду. Им от 18 до 30 лет научиться жить без посторонней помощи. Такова цель пилотного проекта. Он разработан в рамках программы «Доступная среда Самарской области». Первый в регионе тренировочный дом для людей с нарушением развития открыли в селе Красный Яр. Главное, говорят родители, чтобы идея получила продолжение. Я думаю, что это на перспективу будет очень много работы. И, конечно, выработаем критерии, по которым будет понятно, кому показано такое проживание, кому показано такое обучение. И будет целый поток. Для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся, я думаю, что нужно будет открывать очень много таких площадок. Дом предоставила евангелическо-литеранская община святого Георга города Самары. В нем организовано пространство, адаптированное под инвалидов. Надписи, подсказки для умеющих читать помогают сориентироваться в незнакомой среде. Специалисты учат планировать каждый день с понедельника по пятницу. В выходные участники проекта отправляются к родителям. Для родителей, конечно, это очень интересный опыт. Их ребенок, которого они сюда отдавали, не умел многое. Приезжая, он умеет сортировать белье перед стиркой. Он на полках магазина выбирает продукты те, которые планировались дома. Он сам проговаривает, как бы он хотел организовать свой досуг. Дом предоставила нам Литеранская церковь. Огромное спасибо. Дом приспособлен для того, чтобы здесь опробовать сопровождаемое проживание. Чтобы полученные навыки не растерялись, педагоги учат родителей правильному общению с детьми. Первыми участниками проекта стали шесть особенных детей из Самары и Тольятти. Они были признаны необучаемыми, но благодаря программе научились элементарным навыкам. Ставить чайник, убираться, готовить и грамотно распоряжаться деньгами. Кроме того, они посещают спортивные комплексы, конно-спортивные школы, музеи, библиотеку, Центр социального обслуживания. Курс жизненно важной реабилитации был запущен в августе и рассчитан на четыре месяца. Чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в Самарскую городскую общественную организацию детей-инвалидов «Парус надежды» или в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии.